В гости к зубрам сегодня приехали дети Донбасса. Серпуховское отделение партии «Единая Россия» вместе с молодогвардейцами организовали благотворительную экскурсию для детей беженцев из Донецкой и Луганской республик. На сегодняшний день зубр считается самым крупным животным Европы. Взрослый бык в весе от 900 кг до тонны. Скорость при таком весе они могут развивать до 60 км. Но это, конечно, убегает от опасности, не нападая. И очень хорошо прыгают. С места берут полтора метра, а с разбега больше двух. А сейчас в жизни зубров начался такой достаточно сложный период, брачный период. Он называется гон. Поэтому в это время года у нас особое внимание уделяется технике безопасности. На территории заповедника особые правила. После необходимого инструктажа ребята вместе со взрослыми отправились на экскурсию. Он имеет очень сложный характер. Вот у него единственного из восьми загонок есть дополнительное ограждение. Анна с семьей приехала из Харькова в марте. Обосновалась в Оболенске. Уже получили все необходимые документы и оформили детей в школу. Сегодня с удовольствием приехала на необычную экскурсию к зубрам. Нам очень понравилось. Довольно захватывающе. Много столько интересных фактов узнали конкретно о зубрах. Потому что в зоопарках мы так бывали, а вот в питомнике впервые. Малышке тоже понравилось. Смотрела. Девочки, вам понравилось? Да. Имена прикольные. Все на ма и на му. Новорожденным животным в Приокско-террасном заповеднике дают особые клички. У зубров они начинаются на му. Мурзилка, му за мураками. У бизонов первые слоги кличек на ма. Марфа, мавр и тому подобное. Тесная связь с буквой «М» объясняется просто. Ведь зубрятник находится вблизи Москвы. Зубры очень красивые. Когда они линяют, они кудрявые становятся. Как будто бы на волосах у женщины бегуди, и они вот такие закудренные. Спасибо всем, кто организовал эту экскурсию. Я еще приду. Подробности жизни быков-гигантов впечатлили не только детей, но и взрослых. Впечатляет, что люди занимаются, что есть спонсорские работы. То есть люди дают даже имена, которые рождаются здесь, зубрята и все остальное. Но это очень даже очень… Ну, впечатление у меня, эмоции просто перешкаливают. Зашкаливают, я бы сказала. Проходя по маршруту дорога к зубрам, ребята смогли увидеть краснокнижных животных вблизи и проникнуться их невероятной мощью. Два зубренка здесь им по два годика. Они уже взрослые такие, самостоятельные. Ну, дворик небольшой, видите, так просматривается. И в основном животных всегда видно в любое время. За полтора часа прогулки на свежем воздухе молодые люди прошли почти три километра. Гид, научный сотрудник заповедника, профессионал в своем деле. Увлекательной подробно рассказывала о повадках зубров и бизонов. У зубров очень слабое зрение с рождения. Они рождаются, к сожалению, уже слабовидящими. Серпуховское отделение партии «Единая Россия» вместе с молодогвардейцами уже не в первый раз организовывают праздник для семей, приехавших из Краматорска, Макеевки, Исиноватой, Докучаевск, Донецкой, Луганска. Это семьи, которых мы курируем. Мы с ними всегда поддерживаем связь. Обращаются с вопросами, куда обратиться. По вопросу устройства ребенка в садик или в школу, в какую организацию. А что положено им при приезде в наш город, отправляемых в органы социальной защиты. Где расположена данная какая-то организация, куда они могут обратиться. То есть такие бытовые вопросы, которые их тревожат прямо на конкретный момент. Хочу подарить от нас тоже небольшой подарок Наталье Валерьевне и коллективу заповедника. Хочу сказать большое спасибо коллективу Превокско-Террасного заповедника. Потому что они откликнулись сразу, безоговорочно. И автобус предоставил тоже наш депутат, бесплатный автобус, Пушкин Николай Николаевич. То есть наши серпуховичи, люди, которые живут в нашем городском округе, готовы с нами сотрудничать для того, чтобы делать добро в этом мире. Лучший способ проявления доброты – это действие. Именно такой позиции придерживаются и серпуховичи.